приветствую вас дорогие друзья вы смотрите канал ултробот меня зовут артур и мы тут смотрим всякие старые железяки и делаем с ними разные эксперименты ну собственно это видео я хотел бы посвятить окончание моего проекта по сборке самой мощной системы на gp вот такой вот красавчик у меня получился я все железки собрал наши вот собственно корпус какой-то я выхватил в одну из фильм неподалеку с ценой по 2000 рублей совершенно недорогой но тем не менее такой симпатичка я давайте рассмотрим что там внутри я бы насобирал как что сделал и устроим как вот просили меня в комментариях в последних видео устроим а gp карточки настоящую реальную проверку в современных относительно играх и оценим чего из этого все получилось так ну вот собственно видите что у нас здесь внутри все достаточно очень компактно поэтому 4670 у меня здесь стоит 3850 из артур пуллинга радиатора она сюда не поместилась кто не смотрел предыдущие видео соответственно вот полная спецификация этого компьютера и соответственно приз курант цен по которым я в итоге все это собрал ну и поподробнее о железе здесь блок питания поставил 650 ватный чифтек значит фокуры dual sata 2 с экстремальным процессом у x96 50 стоит две планки по 2 гигабайта ddr2 от оси z видео карточку у нас 4670 gp пара карт буду 2 писяных 12 мегабайтных в слое режиме стоит вот мостик соединительный здесь у нас стоит ускоритель физики физикс который мы смотрели в последнем видео и креатив x5 platinum здесь стоит с панельки на морде дисковая подсистема достаточно простая здесь стоит саташный dvd привод стоит ssd бюджетный самый дешевый купил там смарт-байзер на 120 гигабайт саташный здесь все два саташных порта на матери по ними заняты вот ну и соответственно обыкновенные 2 и бешеных винта стареньких которые я где-то там откопал они там по 300 гигабайт и тут оба сюда поставил повесил на один шлейф и подключил но вот собственно вот такая набивочка естественно вот этот вот бутерброд должен хорошо продуваться вследствие чего стоит вентилятор здесь 120 миллиметровый на корпусе стоит вентиль который дует непосредственно прямо на эту кучу плат ну еще один вытяжной стоит все это вот здесь вот на маленькой кладочки у меня запитана с мамки на матери под дополнительный вентилятор только один соответственно разъем но я нашел вкладку такую как бы не знаю как рассказать на которой куча разъемов вот и все повесил мне и прикрутив ее корпус значит по подключению сзади сзади тоже все банально 4670 хорош тем что имеет вга выход аналоговый соответственно подключен к воду из воды забирается сигнал на монитор ну звучок подключается как спая на бортный звук отключен все сеть на борту юсби здесь есть и мышц клавиатурой я подключаю старенький ps пополам и вот такая вот сборочка получилась все это компактно относительно тихо это все работает потому что все такие воздушное охлаждение есть воздушное охлаждение что с этим не поделаешь ну и давайте включим глянем чего там получается у нас ну вот так вот это все выглядит под столом во включенном состоянии ну соответственно такой вот уровень шума достаточно терпимо и приемлемо для комнаты ну и чтобы вовсю проникнуться духом первого десятилетия двухтысячных я добыл себе вот такой вот монитор причем чудесным образом он оказался с какого-то зипа какой-то компании вообще в нулевом состоянии то есть он пахнет еще прям как будто новенькие в из коробки открыл вот и причем он спокойно тянет 120 герц в 1024 на 768 очень классный моник и очень приятные ощущения и должен заметить что для такого монитора 1024 на 768 отличное разрешение видно все в нем прекрасно и мне например очень нравится и большой плюс к тому что у меня помимо этого компьютера есть всякие там 486 и 386 компьютер мы них обязательно поговорим и на этом мониторе это классика все-таки соответственно игры вот такие теплые вообще ламповые воспоминания наполняют как бы меня при просмотре на таком телевизоре классно дальше я буду делать все с карты видео захвата и давайте я продемонстрирую что этот комп у нас в итоге может ну вот включаемся у нас тут загружается системка и выдает менюшечку с выбором операционных системах соответственно предшествующая версия windows это у нас windows xp выбираем для начала ее и компьютер у нас перезагружается уже снова будет лодером грузится и xp ну стандартно загрузку я вырезал давайте посмотрим что у нас в устройствах в оборудовании у нас видно что висит агея висит наша видеокарточка 4670 и вот здесь вот в разделе притаился наш 2 воду акселератора вот ну собственно все здесь понятно чисто хочу показать работу 3dfx и xp вот вот мы видим наш старую добрую новую картинку прекрасную ностальгическую стандартная демо квейка добавить нечего картинка очень классная и всем известный анрилл все прекрасно работает и лагов не тормозов все летает в общем кому интересно я сделал такие маленькие тестики по основным игрушкам глайдовским собственно вот результаты на экране по ним видно что у нас здесь fps больше 60 нет ну и соответственно меньше 50 тоже так что все прекрасно работает давайте пойдем смотреть что у нас windows 8 творится так ну и вот мы соответственно загрузили windows xp у меня здесь единственное подключено по тсапу по аналоговым да карточка захват у меня почему-то больше 1366 на 768 ничего захватить не может поэтому будем в этом разрешении находиться а тестировать игрушки будем но в 1024 на 768 в любом случае давайте посмотрим на систему давайте посмотрим систему у нас здесь стоит восьмерка причем самый главный косяк который я обнаружил это поставишься 4 битную операционку суда и при наличии 4 гигабайт я думал будут видеть видеться они все но все равно значит эта материнка даже с этой прошивкой с модифицированной дает только 3 гигабайта системе все и вот по этой причине и еще по причине того что карта не поддерживает direct x11 вот эти все игры которые вы сейчас видите на экране да вот они не заработали вот поэтому все все что я смог тут найти я вот здесь вот на рабочий стол вытащил мы сейчас тут все позапускаем и посмотрим но передать так и давайте посмотрим как компьютер сидя себя ведет в интернете запускается у нас очень бодро и работает тоже все относительно бодро на тяжелый сайт типа пикабу загрузим видно что собственно все вообще летает и всяких проблем вообще не напрягается и смотрим давайте какой нибудь ролик за зафигачим там например разрешение футбол и единственные подторможенные которые вы видите они исключительно из-за того что компа вай-пай подключен при этом мы видим да что у нас просто очень нехило на этом видосе подоружается вот зато все показывается у нас без влагов без всего все отлично вот но вообще тут с этим как все понятно всякий социалки вконтакте и анимация пока все хорошо работает сериальный комп можно пользовать он очень живой там быстрый то есть ну не знаю на чем примере показать там те же все папочки работают очень называют очень быстро все очень хорошо никаких проблем мне было интересно сравнить результаты 3d марков с 1 по 6 в экспе и 81 системе ну то есть что будет лучше вот результаты вы видите на самом деле большой разрыв только в первом марке поэтому есть там реально пенчить чего-нибудь и какие-нибудь рекорды в первом марке ставить то ваша система однозначно и xp вот и для этого там восьмерки всякие семерки они не сгодятся в остальных тестах ну где-то капельку побольше где-то капель поменьше в принципе одно и то же ничего критичного нету поэтому разница там по работе не видит вот естественно дано хотел напомнить что карту нас поддерживает только директ x10 и 11 уже не поддерживаться многие игрушки уже там начиная там с 12 года уже там требует категорично там direct x11 хотел запустить battlefield но battlefield очень оказалось мало памяти 3 гигабайта он стартует у них требует от 4 написано и просто он уходит в какую-то вечную загрузку думает думает не третий не четвертый меня так не завелся ну и собственно давайте поехали поглядим чё тут получается у нас обнаружьте технику противника вас обнаружили готовьтесь к бою броня не пробита пробитие 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 готов не пробил пробитие пробитие Броня не пробита Есть пробитие Броня не пробита Есть пробитие Уничтожен Продолжение следует 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 Продолжение следует... 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 Эх, если для меня он виден с вашими цветочками, мне конец. Не волнуйтесь, сэр. Немногие могут позволить себе билет в дом, а с вождение вода вся-вся. Вы будете среди ранга. А, но мы ж могородные не гадят друг другу, так как вы, мужичьё, мне сказали, что я буду инкут. О, да, сэр. Конечно. В городе такое аристократы всё равно бегут сюда. А что ещё им делать в свободное время? Считать золото? Ха-ха. Будь у меня дворец, дай порти и вдоволь мака. Я бы позвал Демит к себе. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...